Слава Господу, братья и сестры! Еще по милости Господней мы не исчезли, но милость Господня обновилась над нами в это утро. Слава Ему! И в свою очередь я хочу, чтобы мы открыли Священное Писание, и мы будем рассуждать о очень такой актуальной теме, которая, я думаю, касается всякого человека на земле и каждого из нас. Я хотел, чтобы мы открыли послание апостола Якова, это будет третья глава, мы прочитаем с 13 стишка. Здесь апостол Яков, он касается темы мудрости, которая сходит свыше. Мудрости, которая сходит свыше. И мы прочитаем это место и будем рассуждать. Это третья глава Якова, 13 стих. Яков говорит такие слова. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Апостол Яков здесь говорит о мудрости, которая сходит свыше. И он характеризирует и открывает, на что она похожа. Это мудрость, которая сходит свыше. Она мирна, она скромна, она послушлива, она полная милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Знаете, в нашей жизни, чем больше Бог дает нам жизни, чем больше мы возрастаем, особенно когда у нас детки родились, и мы видим, что есть много вещей в нашей жизни, с которыми мы не сталкивались и не знаем, как поступить. Как дальше идти? И я думаю, что каждый верующий человек, он куда идет? Он идет к Господу. И он говорит, Господи, я нуждаюсь в мудрости. Ты творец, Ты создал человека, Ты соткал его, Ты знаешь внутренности человека, Ты знаешь вот эти все составы человека. Мы просим у Тебя, Господи, дай нам мудрость, а Тебя как нам поступить в той или иной ситуации? И это очень хорошо, когда верующий человек, и вообще эти люди прибегают к Богу и молятся к Богу, потому что он действительно имеет ответы на все вопросы. Но очень важно, я хотел бы обратить внимание на реакцию ответа Божьего к нам, когда мы просим у Господа мудрости. И вы знаете, даже мы находим в книге, также в этой самой книге Якова, первая глава, пятый стих. Первая глава, пятый стих, Якова, он же говорит такие слова. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающему всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих». Яков здесь в начале этой главы, своего послания, он вращается к людям, и он говорит, что если у вас мудрость не достает, действительно мудрость не достает в этих разных вопросах нашей жизни. Яков говорит, как нужно просить у Господа эту мудрость, и как нужно реагировать на эту мудрость. И он говорит, что просите, допросите у Бога, дающего все просто и без упреков. И очень важное слово он здесь говорит, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. О чем здесь Яков касается? Вы знаете, есть, может быть, особенно бывают такие моменты с детками нашими, когда дети у нас просят, может быть, совета, и вы, знаете, сели, подумали, и вы излагаете основы, как лучше поступить. И дети сидят, они кивают головой своей, они слушают вас, как бы соглашаются, но потом вы видите, что они делают то, что они уже задумали. И практически все-навсего задан был вам вопрос для того, чтобы, ну, как бы дать вам чувство, что дети все-таки считаются с вашим мнением, но они уже решили, что они будут делать. И вы видите, проходит время, и дети не сделали то, что вы им советовали, они сделали то, что они задумали. И когда мы анализируем эту реакцию, это реакция плоскового человека, который в своей голове сформировал уже, как бы, направление, но здесь нету веры, нету того желания, чтобы послушать, что скажет ему. И здесь Иаков говорит, что когда человек просит у Бога мудрости, но без веры, оно звучит свято, оно звучит прекрасно, оно звучит, что вот как бы человек вот к Господу идет, но когда отсутствует вера, что происходит? Человек услышал эту информацию, услышал то, что Бог ему сказал, но он ее не привел в практику, в действие. И здесь Иаков говорит, что происходит, когда человек не принимает эту мудрость от Господа, не имея эту веру, что то, что Бог говорит, оно является тем главным и важным для его жизни. И он здесь сравнивает, что говорит, потому что сомневающийся, неуверенный в тому, то есть не сто процентов направленный в то направление, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вы знаете, есть порывы, они возносят, потом опускают, человеку нету стабильности, человек не направлен и в своей жизни, и духовной, и вообще в устройстве своей семьи, и в обществе нету этого благословения. И что здесь интересно, Иаков говорит, что если человек подходит к Богу с таким направлением, говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы знаете, Господь сердцевидец, Он знает все. И когда человек двоящийся в своей жизни, он не постоянен. Сегодня он рвется Господу, завтра он рвется в мир. Сегодня он поддерживает и кивает головой, когда брат-служитель говорит, или праведник праведы Слово Божие соглашается, но завтра он выходит и делает другое в своей жизни. То есть нету конкретного решения направления к Господу, идти за Господом, делать то, что Господь говорит. И здесь Иаков ясно говорит, почему люди в своей жизни не имеют успеха. Потому что двоящиеся мысли. Человек одной ногой стоит на берегу, другой стоит на лодке. Хочет и туда, и туда. И мы знаем, что лодка отплывает от берега, человек падает. И не там, и не там. И цель Священного Писания направлять, чтобы в нашей жизни, в духовной жизни, мы имели успех. И здесь Бог открывает именно вот этот путь, который нужно идти, чтобы Бог благословил нас. Хотелось, чтобы мы еще открыли следующее место Священного Писания. Это записано в Евреях. 4 глава, 4 глава, 1 стих. И мы прочитаем здесь пару стишков. Апостол Павел здесь предупреждает и говорит, «Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Бог говорит к человеку. Бог обращается к человеку. Бог дает тот совет, который приведет человека к устройству, к благословению. Но если то Слово, которое Бог говорит, не растворяется лично верою этого человека, оно не приносит ему никакой пользы. Вы знаете, сегодня в наше современное время мы слышим много Слова Божьего. И часто люди восхищаются теми или иными проповедниками, говорят, «Ой, какая тема! Ой, как глубоко рассказал! Ой, как прекрасно было Слово! Сильное Слово!» Потом проходит время, и человек просто навсего, он просто навсего был причастен к тому Слову, к Божьему Слову, когда Бог говорит. Но если это Слово, эти глубокие мысли не произвели решение в жизни человека взять это Слово и применить его в своей личной жизни, это все навсего будет временная информация, которая возбуждает эмоции, чувства, но в конечном итоге не производит работы. Почему? Писание объясняет, что Слово не было растворенное верой. Не было растворенной верой. И вы знаете, я хотел, чтобы мы открыли следующее место Священного Писания, это записанное в Еремии. Еремия, 6 глава, 16 стих. Мы откроем это место. Вы знаете, Бог обращался к Своему народу, и Он говорит такие слова, 16 стих, 6 главы книга пророка Еремии. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, не пойдем. Вы знаете, эти люди имели общение с Господом, эти люди имели в своем присутствии Божьего пророка, это был пророк Еремия. И Бог обращается к людям и говорит, «Остановитесь на путях ваших, вы не в ту сторону идете, остановите на путях ваших и посмотрите, куда вы вообще идете, и расспросите о путях, которые прошли испытания времени, которые прошли те святые до этого, люди, которые увенчались славой, увенчались вечностью, они правильно туда вошли, то есть путь уже испытан. И Он говорит, посмотрите, рассмотрите, и выберите, то, что дает волю человека, выберите путь добрый, и идите по нему, идите по нему. И дальше говорит, и найдете покой душам вашим. Но что ли люди сделали? Они услышали это слово? Они услышали, что Бог говорит через Еремию, Бог обращается к ним. И они сознательно просто сказали, «Мы не пойдем, мы не хотим». То есть им было прекрасно быть в присутствии этого пророка, им прекрасно было слушать такие сильные слова от Господа, но они в своей жизни сделали решение, что мы не пойдем. Это реакция к Божьему Слову. И действительно, когда человек так же решает, конечно же, Божье благословение, вот это, что говорит пророк, что и найдете покой душам вашим, он, конечно же, в их жизнь и не придет, потому что человек просто навсего двоемыслимый. И это очень, вы знаете, в жизни, когда человек действительно пошел путем Господа, и он говорит, Господи, я хочу идти за Тобой, Господи, говори мне Твое Слово. И очень важно, когда Божье Слово звучит, человек берет его в своей жизни, растворяет его верою. И последнее место, которое я хотел бы прочитать, это записанное второе послание Коринфианам. Второе послание Коринфианам, это будет 10 глава. Десятая глава, мы прочитаем 3, с третьего стишка и ниже. Павел здесь говорит такие слова. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божья, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Здесь Павел отображает вот эта правильная реакция или подход к Божьему Слову. Павел здесь отображает, как он действует в своей личной жизни, как он реагирует на то, что Бог ему говорит, как он дисциплинирует себя, как он ставит себя вот на этом пути. И для нас, братья и сестры, это есть большой пример нашей личной жизни. Вы знаете, когда мы просим у Господа мудрости, когда мы просим Господи, у нас, может быть, в семье, в характере, есть какие-то вещи, мы замечаем, очень важно, когда мы просим у Господа, и когда Господь говорит нам через Своё Слово, чтобы мы это брали, и чтобы мы это внедряли в свою жизнь. Как это практически? Когда мы слышим Божье Слово Павла, здесь смотрите, что он говорит, как он действует. Он говорит, что у нас мы воинствуем, мы противостоим злу. И он говорит, что оружие воинствования нашего не плотские. Мы не плотские принимаем действия. Вы знаете, бывает, люди закрываются где-то в монастыри, воюя с плотью. Они отдаляются от людей, куда-то далеко уходят, думая, что они обстоятельствами зажмут свою плоть так сильно. Они выключат всё в этом мире, телефоны выключают, они себя зажмут в такой уголок, и они заставят свою плоть жить свято и в Божьем присутствии. Но это и есть плотское оружие, это и есть то, что человек принимает и зажимает сего. Но если сердце нерождённое свыше, если нету вот этих святых целей, происходит просто на всё переведённое время. Но Павел здесь говорит, что нас нету, мы не действуем так. Но говорит, но сильные Богом на разрушение твердынь, и мы не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божья, и пленяем всякое помышление к послушанию Христу. Вы знаете, когда пришло это откровение Господа и Божьей святости, Божьего Слова, когда мы читаем вот эти драгоценные слова Священного Писания, которые апостол Павел говорит к церкви, к верующим, мы берём это Божье Слово, мы видим, может быть, какие-то тёмные точки в нашей жизни, где ещё Дух Божий не изменил нас, и мы видим, у нас есть там проблема. Что мы делаем? Мы берём Божье Слово, мы идём к этой цели, мы молимся. Есть моменты, когда Дух Божий побуждает нас, когда мы пребываем в постах, в молитвах, потому что мы серьёзно заняты своим личным состоянием. Мы очень заинтересованы, чтобы в нашей семье было Божье благословение. Мы очень заинтересованы, чтобы Божья благодать пребывала в церкви, в народе своём. Мы хотим, чтобы правда Божья не только провозглашалась, чтобы она была имплементирована в нашей жизни. И здесь Павел говорит, «И всякое превозношение, восстающее против познания Божья, пленяем всякое помышление в послушании Христу». Представьте себе, это очень тщательная работа каждого верующего человека в своей жизни, в своём сердце, пленять всё ко Христу. Иметь вот эту, принимать эту силу от Господа, чтобы в своей личной жизни заботиться о своём спасении, о своём состоянии. И это действительно есть наша ответственность пред Господом. И Павел здесь говорит, мы это делаем для того, чтобы всё привести в послушание Христу. Это есть правильная реакция к мудрости, которую Бог даёт. Когда человек просит, «Господи, я нуждаюсь в мудрости, Господи, у меня есть проблемы, я хочу получить помощь». Бог её даёт. Бог говорит тебе Духом Святым, Бог говорит тебе через Слово Своё, и ты берёшь это Слово и практикуришь его в своей жизни. Ты пленяешь всё в послушании Христу. И Павел однажды сказал такие прекрасные слова, он говорит, «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Действительно, когда мы приходим к Господу с открытым нашим сердцем, имея вот эту веру, о которой говорил Иаков, что когда человек имеет веру, в которую мы откроем это место ещё раз, это будет послание к Иакова, он интересно здесь выражает эту мысль. Он говорит, «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с дверящимся мыслями не твёрд во всех путях своих». Это влияет на все аспекты нашей жизни. Когда мы имеем один, одни мысли, когда у нас одна мысль к Господу, к Божьей воле, в своей жизни, мы твёрды в своих путях, мы действуем твёрдо, мы не колеблимся, мы не спотыкаемся. И это есть направление Божьего Слово к всякому верующему, чтобы иметь успех, чтобы иметь успех в своей жизни, не только нужно просить, что «Боже, дай мне мудрость». И вы знаете, я хочу сказать, что часто бывают такие понимания, если человек посмотрел видео на Ютубе, он же эксперт. Вы знаете, однажды я думал, посмотрю видео, как ложится паркет. Я посмотрел видео, как они там всё ловко делают. Думаю, я сам это всё могу сделать. Взял вот этот пистолет, вред, и давай бить паркет. И я смотрю, у меня не получается ничего. Я просто посмотрел видео, они так легко всё делают, а у меня не получается. Почему? Потому что, вы знаете, знание или понимание, это ещё не всё. Нужно иметь опыт, нужно практиковать то, чтобы получалось. И когда Бог говорит тебе, говорит тебе истину, говорит тебе слово, ты его берёшь, и ты практикуешь его в своей жизни, и в тебя получается, и получится, и Бог тебя благословит. Хотел бы, чтобы мы встали на наши ноги и призвали Господа, чтобы Бог помог нам. то знание, которое Бог нам даёт, использует в нашей жизни, чтобы Бог благословлял нас. Мы будем молиться Господу.